нацвопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм гия саралидзе рад приветствовать не только вас но и моих соведущих армен госпарян приветствую марат сафаров да добрый день и сегодня мы в программе нацвопрос продолжим на тему которую мои коллеги начали в мое отсутствие еще на тогда говорили о поволжских немцев если не ошибаюсь был так вот сегодня мы поговорим о балтийских или о сзейских и там на самом деле еще у каждого из прибалтийских народов есть свое название балтийских или отзейских немцев но это вот об этих людях которые действительно оставили очень большой очень большую историю и очень большое значение имели в истории в истории россии вообще я бы хотел сначала чтобы вы друзья мои объяснили а почему вы решили вот именно в программе нацвопрос начать именно с немцев в истории россии ну здесь прежде всего потому что несмотря на их такую локализацию вроде бы в отдельном регионе российской империи по существу корни очень многих известных военных деятелей дипломатов государственных деятелей в целом ученых конечно связанные со сзейским дворянством такая неотъемлемая часть уже российской элиты примерно с 18 века это началось хотя исторически восходят эти семейства многие к двенадцатому веку даже и волны были разные были сугубо военные которые связаны с дранк на хостом со знаменитым движением на восток но были и гонзейские готландские купцы торговые фамилии так или иначе это все очень прочно инкорпорировалось российскую элиту и в российскую российские разные сферы включая культуру поэтому кто как не немцы но может быть еще несколько этносов которые вот имеют такую прочную взаимосвязь с русской историей с русской государственностью у меня все по-житейски просто я только книгу закончил россии германии великое противостояние 20 века и там понимаешь не обошлось без не то что перечисления без рассказа об очень многих людях именно немцах на российской там службе и во мне это живо просто еще до сих пор я не отряхнул от себя вот эту вот историю и конечно условно вот это вот балтийские немцы это невероятно трагичная история вообще в двадцатом столетии со всех точек зрения состои с точки зрения того что они пытались себя сначала позиционировать частью русской элиты потом после революции они пытались позиционировать себя частью германской элиты да не там не там по сути дела они с этой точки зрения не преуспели ну и совсем уже трагический финал это по сути депортация немцев из прибалтики начиная с тридцать седьмого года совсем уже трагичная история кстати они вообще крайне не любят никто вспоминать ни в прибалтике не в современной германии но у нас тем более у нас по моему за последние лет 20 я даже не встречал вообще книг были вот вообще марат подал что-нибудь по но заевским немцам только исключительно какие-то биографии биографические так что процессы явления трагедии двадцатого века нет конечно ну хорошо давайте тогда по ну с историей немножко начнем и ну хотелось бы конечно не просто об истории балтийских немцев об этом мы обычно в другой программе народа россии говорим а все-таки как как именно на истории россии сказывалось до влияния балтийских немцев как а как они отметились в разное время но невероятно они оказали влияние при всем том что знаешь здесь еще в чем главная сложность они считались условно балтийскими немцами в первом поколении только а дальше они абсолютнейшим образом растворялись в российском обществе и об их происхождении могли говорить пожалуй уже только и фамилии потому что ничего там от германской традиции уже спустя несколько там десятков лет жизни в нашей стране не оставалось а скажи а почему вот вот странно да я не только к немцам относится ты знаешь на самом деле вот удивительным образом но все-таки есть народы которые да там может быть каким-то образом понятно что второе поколение становится более не ассимилированным что ли и более но все-таки вот к немцам это не так относится что я собственными глазами видел деревню на западном берегу африки который ну в своем городок небольшой который свое время основали немцы и я просто как будто я попал как будто я попал в германию при том что да вот и все время надо было себя одергивать его ты западном берегу африки парень ну вот действительно он просто на язык традиции все вот чего понимаешь это если условно для этого создается некая предпосылка видеть там поселение в одном месте да это же было когда собственно немцы только-только начинают появляться в россии но 18 и 19 век это уже принципиально другая история не когда приезжают условно там на русскую службу санкт-петербург естественно они уже селятся не там пример там каком-нибудь условном немецком квартале немецкой улице то же самое в москве все они оказываются среди абсолютно другого для себя социума и вольно или невольно но они вынуждены безусловно ему соответствовать и вот здесь получает самый интересный момент что подавляющее большинство вот этих вот балтийских немцев которые жили именно там москва петербург киев они становятся более русскими чем сами русские если ты откроешь вот и посмотришь например там первый созыв союза михаила архангела ты удивишься вообще сколько там вот фамилий казалось бы ну вот абсолютно они не славянские то есть вот эти вот разговоры о том что что русскому хорошо то немцу смерть это вот в общем не совсем правильный слушайте основатель союза михаила архангела владимир грингмут да он в общем не имел никакого отношения не к славянской культуре не к славянской крови но вот он родился здесь его отец приехал то есть он имел на самом деле отношение к русской культуре нет понимаешь здесь получилось странным образом он сам себя определил в русскую культуру то есть до 17 лет он был примерным сыном условно германского народа и был примерным сыном своего папы а в 17 лет он решил что нет если я живу здесь значит мне должно быть ближе православия значит я должен быть более русским чем они все в результате он преуспел в этом с таким отрывом ким ну мало кто может похвастаться если бы он там один такой был да это вообще традиция вот именно балтийских немцев причем она работает почему только с точки зрения россии потому что она ровно представители там баладзейского дворянства пытались приехать там например в германию и попытаться условно сказать что вот фрайкорах мы самые немцы то этот номер уже не работал потому что им все время указывали что нет вот самые немцы это вот мы а вы вот какие вот такие не очень правильно я как раз хотел сказать ведь это 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 еще ведь должно социум в котором находится это они должны еще позволить это ведь это же не это да допустим человек в 17 лет осознал что он живет в православной культуре среди православных людей хочу быть это моя родина хочу быть частью эту но ведь в некоторых в некоторых местах и там есть да это отторгает таких в той же самой прибалтики собственно говоря во взаимоотношениях с местным населением немцы были очень локализованы и иначе как какие-то ну очень узкие хозяйственные там вопросы могли с ними решать большому счету это были изолированные общины надо сказать что немцы помнили о своем феодальном и прошлом и настоящим поэтому только лишь умилительно могли вспоминать там какого-нибудь эстонского кучера к которому дети бежали от строгого отца или от строгого пастора но не более того им не было никаких мотивов инкорпорироваться в крестьянское эстонское эстонское или латышское общество вот что касается литвы например то они ее как-то вот и не завоевали это прошло мимо балтийского мира большая часть это все-таки латвия исключая даже латгалию католическую часть латвии но и эстонии само собой поэтому в местных обществах не было ну может быть и социального престижа вот того чтобы для чего помните очень в художественной литературе есть любопытное описание жизни и взаимоотношений разных общин там по моему эстонии если не ошибаюсь берется это уже верно есть я не помню как этот роман по нему даже фильм был снят в свое время там детективная завязка но там вот очень любопытно как раз жизнь отзейских немцев если не ошибаюсь в эстонии немец помещик здесь прежде всего барин то есть у него нет никаких каналов связи с местным населением совсем иной способ жизни внутри русской элиты то есть это совсем другая жизнь вот мы когда с арменом говорили о немцах положи почему там иной опыт потому что там иные сословия здесь что в основном элитарные такие группы населения то есть их не не отвергала общество то есть они хотели быть православными русскими в культурном смысле не было гигантских другой вопрос что здесь надо тоже для себя понимать в основном хотели вот условно становиться такой яркой частью русского социума именно дети да которые уже росли здесь внутри которые имели об этом больше представить то что если там условно там отец гриндмута да он по-русски вообще не говорил всего позвали сюда преподавать он естественно читал все лекции не на русском языке да вот сын уже который родился здесь вот он с младенчества здесь воспитывался вот он себя в 17 лет опознает русским общество ну как они исторически немцы у нас в друзьях ходили поразительнее всего то что когда вот после образования германской империи и начинающихся трений с российской империи да в обществе начинает быть недовольство немцами на своих местных немцев это не сказывается вообще никак то есть вот местные считались частью уже там условно русского народа они были своими не зафиксировано вообще ни единой попытки какому-то там например до мазейскому немцу высказать что вот он вот может быть является там рожаясь современным языком там частью пятой колонны ничего подобного это уже свои вот те которые в германии это плохие немца это вот уже такие наши скажи и первая мировая война ничего не изменила первая мировая поменяла очень сильно потому что как известно комарили причем это не ругательное слово да это именно так когда называлась придворная она же решила для поднятия патриотического градуса устроить немецкий погром но даже здесь не преуспела потому что основные жертвы как раз к немцам вообще никак не относились то есть первая жертва немецкого погрома это управляющий швед который был подданным российской империи то есть его вот просто ни за что убили ну вот он не понравился чем-то толпе основные немецкие вот условно поселения в центре москвы не пострадали вообще от этого никак потому что толпа погромщиков прошлась по мясниц кульца а вовсе не по немецкой слободе и не по немецким кварталом то есть вот они уничтожили 40 домов условно 40 магазинов на мясницкой при этом ни один толком немцам не принадлежал это вот если бы когда потом уже градоначальника опрашивал людей они тоже не очень понимали вот против кого именно то они шли бузить ну вот немец вот в их представлении это кто это любой человек по сути который чем-то от тебя отличается кто не знает там условно русского языка но позвольте там большая часть немцев живших в москве она по-русски говорила я подозреваю сильно лучше многих погромщиков но это исторически так но между тем сделали такая вот очень некрасивая история там убытки совершенно запредельные были там по моему по нынешнему курсу 75 миллиардов составлен убыток это вот они два дня вы пошуровали но разграбили все на красной площади устроили рынок это вот такая картина те кто застал 90-е годы вот наверно сразу вспомнит что это такое но со самих нем с толком нет не трогали одно очень же много немцев служила в армии это мягко сказано очень много да у нас какой-то момент вообще немецкое офицерство ну вот если он по этническому признаку судить то это считалось вообще основой гвардии очень их много там было и в либвардии преображенском и семеновском и московском и финляндском и либвардии артиллерии да и там казачьих частях там тоже этих немцев было полным полно они исторически были на русской службе где либо условно в министерстве иностранных дел где один министр иностранных дел немец сменял другого причем часть из них именно вот балтийский да ну вот ближе там к тому периоду о котором мы говорим это например был граф ламсдорф до него был граф гирс оба они немцы и конечно это самое немецкое офицерство кровью доказывала свою верность стране невероятно они понесли вот с этой точки зрения потери ну и в гражданскую ну конечно добили но их им им доверяли вот ну солдат конечно им двери они бы они были своими другой вопрос что понимаешь в какой-то момент возникли тренинг это после катастрофы нашей армии восточной пруссии связаны с ренекамфом но здесь опять надо понимать что эти трени они возникли вовсе не так как это описал валентин пикуль в своем известном литературном произведении они конечно фронтовиков совершенно другое было братство в городах до высказывалось недовольство что можно ли вообще им доверять но потом же это просто до абсурда довели у нас там и пример министром стал немец что здесь штюрмер и ничего из той же самой комарили вообще этнически да прибалтийские немцы когда они попадали в россию они держались обособлено марат или они все-таки смешивались с теми немцами которые собственно из фатерлянда приехали ну во первых до образования германской империи у немцев вообще не было общей идентичности большому счету это пример того народа допустим из больших европейских народов как итальянцы которые до сих пор не могут разобраться итальянцы они или там венецианцы сицилийцы то же самое с немцами они либо идентичность воспринимали того государства исхода откуда они прибыли например там саксонии или пруссии или уже местную какую-то региональную идентичности называя себя курлянцы эстлянцы вот немцами они стали большому счету во второй половине 19 века и для этого работала сама германия конечно очень много в том числе и через какие-то институции которые существовали из старейших и на которую российская власть активно обращала свое внимание дабы не допустить вот такого нем немецкого этнического сепаратизма это конечно дербский университет очень сильное такое место средоточения немецкой идеологии тартуски нынешний университет старейшие один из старейших учебных заведений европы в котором вот эта немецкая линия через профессуру она как-то пыталась передаваться населению то есть ну вот к нашему периоду к анализируемому концу 19 начало 20 века они стали воспринимать уже себя как немцы но в принципе это не было такой проблем вот если мы возьмем какие-то наши художественные произведения то в них не фигурирует балтийский немец уже совсем другой тот же штольц но вряд ли он был балтийским немцем скорее вот этот образ противопоставления русского и немца он может быть взят из каких-то немецких волн из других частей и в других частях живущих по волжских тех же самых которые конечно разительно отличались по своему быту и культуре и аграрной культуре от местного населения а здесь это не являлось какой-то проблемой вот к началу 20 века они стали немцами кроме того в европейской части россии вот во внутренних губерниях немцы то собственно тоже из разных осколочков формировались и не всегда это были жители германских государств были голландцы так далее а вот здесь именно было такой этнический немецкий фактор который шел ну по большому счету конечно и северо-германских государств и не случайно так много их осталось до 45 года в тех частях которые позже отошли польши там примерно такой же процесс происходил а интересно же что вот достаточно это рыхлая была идентичность вот даже в современной германии насколько я знаю может быть я ошибаюсь нет немецких балтийских каких-то очень сильных общественных организаций в отличие скажем от судецких которые там до сих пор требуют от чехии каких-либо компенсаций да даже карпатские немцы очень сильные румынские а вот балтийские немцы в современной германии как-то не очень институциализированы в 38 39 они уже да и сделали фолькс дойче вопрос тут же индексировано звание если они там в армии служили да то есть те кто был условно там штаб с капитаном русской императорской армии получал при мобилизации звание гаупман и вперед их даже никто не выделял они в общем часть там своего народа другого прошу сами они внутри вот всегда говорили о том что мы-то как раз вот немцы балтийские у них вот это было вот почему они потом условно себя не сгруппировали это действительно интересная история может быть она не связано с достаточно трагичной судьбой их мне кажется что просто тот костяк условно который мог бы выступить неким фундаментом для вот этого группирования по признаку происхождения он был выкашен в годы второй мировой войны в значительной степени потому что им конечно не повезло особенно не надо тут иллюзий что это вот они были условно только на положении зондерфюреров каких-то серич переводчиков да или руководили какой-нибудь оккупационной администрации это же в основе своей фронт на потери частей там ну понятно какие мне кажется что вот из самых ярких таких представителей которые действительно вот позиционировали себя как балтийский немц как продолжать ли вот этих вот крестоносов то что вот очень модно было там в россии у них обсуждать там в девятнадцатом и в начале двадцатого столетия их уже просто не осталось а нету человека который мог может сформулировать идею и все это и рушится судецкие немцы их же далеко не всех призвали там же они же вытребали себе там не некий исключительные полномочия свое время да и они этого этой яркой мобилизации избежали румынские немцы ну а их же призывали то даже не вермахт они же поскольку были гражданами румынии то соответственно это вот в румынскую армию они в значительной большей степени сохранили чем балтийские немцы и ничего с этим не поделаешь ну такова жизнь них была сложная трагичная сложная но и самое то печальное что до сих пор этот момент очень мало изучен вот я видел работы они даже германии выходили именно вот по моменту их депортации тридцать седьмой тридцать восьмой год а вот что касается жизни вот этих вот балтийских немцев условно восемнадцатом девятнадцатом году то по сути ничего и нет фрайкоры написали свою историю прекрасно без них участие их в защите риги ну тоже мягко говоря история спорная тем более что мы же понимаем да больше частью это литература создавалась в годы уже как прихода гитлера к власти а поскольку вот эти балтийские немцы еще там умудрились сформировать целую часть из евреев но поскольку надо же кому-то было защищать да они всех вот и пригнали одели их в свою форму абсолютную да там куча фотографий есть по этому поводу ну понятно что в рейхе эта же тема не будет педалировать ну а у нас то тем более потому что для нас это кто злостный мерзкий буржуазный элемент который надо было ликвидировать вот они с этой точки зрения являются обделенными абсолютно но я правильно понимаю что их история если говорить российский то есть мы вместе до гражданской войны даже и в гражданской войне мы были вместе ну если мы не будем условно выделять там белое движение как абсолютно не русское да то то можно сказать что и вместе были и сколько этих немцев потом кстати балтийских служила в том числе по линии коминтерна сколько их было в том что сегодня мы назвали службы внешней разведки другой вопрос что их самих то как немцев то там никто не позиционировал они могли вообще чистки и латышскими стрелками но эпоха такая ничего не поделаешь эпоха интернационализма у многих же людей весьма и весьма своеобразная национальность стоит вот если смотреть их биографию а немцам то тем более ну что свои растворенные проверенные они такие иногда свои если смотреть на историю иногда своими перестают ну хорошо мы у нас будет еще время мы об этом поговорим как раз наверное вот об этих основных этапах мы так пробежались но чуть подробнее наверное да марат мы остановимся на этом я напомню что сегодня в нашем нашей программе нацвопрос мы говорим о том какой какой след оставили в российской истории балтийские и осзейские немцы которые действительно да во многом судьба нашей страны ну уж во всяком случае да там до до гражданской войны связано очень серьезно наверное надо будет и о персоналиях поговорить еще потому что действительно таких значительных люди людей людей внесших в свою лепту на нашу историю очень много у нас сейчас новости после новостей мы вернемся и продолжим нацвопрос о чувствительных проблемах без истерик и продолжаем а нашу программу амарат сафара фармен гаспарян гия саралидзе в студии вести fm эта программа нацвопрос говорим сегодня а о следе которые оставили осзейские или балтийские немцы в нашей истории в российской знаете о чем хотел поговорить ведь есть разная точка зрения на то что привнесли хотя бы балтийские немцы в армию в русскую да кто-то говорит буштра бессмысленные не совсем балтийские там русские больше были это русаки конечно но согласись не очень в нашей армии тогда их делили на балтийских и так далее все равно но вот это вот немецкое влияние было в том числе наверное и балтийских же до балтийских не а немцев которых было много в русской армии ну да можно сказать что конечно они внесли вот этот вот знаменитый воспет и абсолютно всеми немецкий порядок страсть чтобы вот все было так как прописано в разных приказах другой вопрос что не очень то здесь этот момент и работал и а самое то интересное что даже вот вот рожденный условно уже в россии вот эти вот бывшие балтийские немцы когда их отдавали в кадетские корпуса они зачастую были главными нарушителями дисциплины то есть вот они растворялись с этой точки зрения абсолютно и полностью но главное пожалуй что они привнесли сюда это наверное часть военной традиции безмерно модная тогда в конце 19 начале 20 столетия стрижка на лысо это вот именно вот такая вот немецкая черта да что то да то есть это вот когда я вот перед это это я подражал значит но это это сначала прусаки придумали да потом это соответственно перетекло туда вот сторону прибалтики от прибалтики это уже происходит сюда то есть ты посмотри на фотографии еще предвоенного времени то подавляющее большинство наших условно тогда штаб офицеров они гуляют уже с ну выбритый как шар головой это вот такая вот немецкая традиция той эпохи либо про вторую традицию я не хочу рассказывать потому что в ней нет ничего хорошего но действительно такая тоже была скажите а вот ну военные мы уже несколько раз говорили о военных о военных традициях которые привнесли о том что большой вклад а все-таки осзайские немцы это еще помимо военных это что это конечно так можно сказать смело основоположники городской культуры в прибалтике наши коллеги историки из латвии эстонии они к сожалению как-то ну я бы не сказал замалчивают но мало говорят о том как формировалась повседневная да культура 19 века в риге в ревеле она по существу была немецкая это культура немецкого города и те институции которые возникли даже города построили датчане и даже даже так можно искать да и церковная жизнь лютеранская и школьной жизни университетская это все немецкое влияние с этим собственно вот эта территория вошла в россию здесь все шло по линиям вот этим двум как из которых собственно гонзейские немцы состояли из военной линии которая восходит вот к этим тефтонским старым делам о которых они любили говорить и вспоминать и мирная купеческая торговая городская жизнь гонзейская готландская свободная с выбранными бургомистрами вот эта вся традиция вторая такая и вот собственно говоря они привнесли это в прибалтику почему не говорят об этом прежде всего потому что представителей титульных народов до этих территорий их не было в городах в качестве каких-то заметных фигур даже в таком разрезе как церковная жизнь немцы очень быстро как-то переориентировались из таких истовых католиков 16 веке они стали распространителями миссионерами лютеранства и прибалтики и очень быстро как-то местный народ к вопросу о том насколько у местных народов идентичности были развиты вот как-то раз их и немцы своих значит крестьян подневольных феодальных превратили в лютеран то есть это в общем по большому счету до середины 19 века о каком-то влиянии местных народов на жизнь вокруг них и говорить не приходится это исключительно все в немецком контексте было допустим если мы возьмем такой момент как феодальный ну да там допустим крепостной право отменилась раньше чем центральных русских губерниях но все равно это зависимость от немца барина она ощущалась безусловно у нас уже на sms портале вопросы появляются понятно что люди хотят узнать это вот те фамилии которые они знают это азейские немцы или нет спрашивают по альфреда розенберга да и спрашивают по унгерн фон штейнберг да оба этих деятеля являются вот как раз классическими представителями азейского дворянства ну со штейнгом попроще наверно потому что этот хотя бы воевал в годы первой мировой войны геройский действительно воевал в рядах русской императорской армии другой вопрос что он во всех смыслах был полным животным и петр николаевич врангель мне кажется даже когда услышал благовес наверное вспоминал о своей службе с этим удивительным человеком но пересказывать воспоминания врангеля об этом я не стану то есть они же чем хорошо известны почитайте розенберг да такой вот очень яркий типаж который все время метался никак он не мог определиться кто же он в результате потому что он же приехал и учился здесь москве в балманском но потом случилась революция розенбергу пришло знамение он точно определил что во всем виноваты евреи и масоны плюс ему кто-то я не знаю зачем надо было отнять конечно ну дали почитать протоколы сионских мудрецов который он собственно и привозит в германию и там на определенном этапе он становится самым ярким публицистом тогда еще никого фюрера не было вот тогда розенберг зажигал у него статьи выходили минимум раз в неделю цитировать опять же я это не хочу потому что это нарушит любое законодательство в любой по-моему нормальной стране но самое интересное что розенберг вот был фаворе ровно до момента появления фюрера который несмотря на то что он ему с одной стороны благоволил но все-таки это старый член партии участник пивного пуча да главный редактор партийного официоза фельгишер биобахтер но за глаза розенберга иначе как путаным прибалтом никто и никогда и не называл причем фюрер начал ну и подхватили соответственно это все розенбергу даже своим не стал нет розенбергу отказывали даже в том что он он как бы подлинный немец это вот к вопросу да их вот позиционирование внутри это кстати не только с розенбергом связано ровно также войдет в историю и человек который завербует генерала власова вильгельм штрик штрикфельд которого естественно на русский манер все называли вильгельм карлович но другой вопрос он по-русски говорил лучше может быть даже чем по-немецкой и считался блестящим знатоком русского языка русской культуры русской литературы но с другой стороны что хотеть от русского капитана да который геройский воевал в русской армии в эпоху первой мировой войны вот его тоже многие не воспринимали немцы это повторю это характерно вот именно для балтийских можно даже вспомнить знаменитый этот наш советский фильм щит и меч вот как раз да семья генриха это вот балтийский розенберге по моему да и несмотря на то что надо отдать должное людям которые консультируют розенберг действительно фамилия живо зейских да насколько я понимаю и вот там же показано хорошо что на генриха коса смотрели ведь не только потому что он пьян стал почти половину этого фильма да еще в том числе но происхождение его подкачало а дядюшка между тем добился серьезных у него там вот понимаешь дядюшка там судя вот по его биографии это ветеран еще фрайкора то есть он такой вот он правильный с этой точки зрения ну конечно если люди там понимаешь с двадцатых годов уже боролись с еврейским большевизмом и у них это стояло почетной строчкой в автобиографии ну отношение было несколько лучше но молодежи конечно надо было доказывать что они подлинные немцы а им тяжело да никакого уж не гитлер юген да они не проходили да в юнг фолке они не были никакие нормативы они не сдавали как ты к ним будешь относиться я вот сейчас мне трудно поставить на место тех людей которые к этим у нас на смс-портале вопрос из санкт-петербурга ну судя по сообщению не подписалась наша слушательница но это женщина это какая такая же вторая традиция я не поняла намекните более прозрачно заинтриговали спать не буду человек ты какую имел ввиду дедовщину или нет нет я имел ввиду распространенный тогда в девятнадцать в конце девятнадцатого века в прусской армии опыт как бы сказать помягче гомосексуально не традиционно сексуальной ориентации вот он конечно в россии привился не сильно но такие случаи тоже были и обседания с горстью гуляют прусси же такая же мы скоро вернемся нацвопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокации продолжаем нашу программу нацвопрос марат сафаров армен госпарян и гия сараридзе по-прежнему в студии вести фн напомню что говорим сегодня мы о следе в истории в российской которые оставили оззейские немцы все-таки больше я так понимаю этот след он такой от военного сапога ну не только но иван фёдоров шкрузенштерн да человек и право да вот он такой яркий очень представитель азейского дворянства но его вот пять вот сам это поразит что его именно вот с этим азейским дворянством никто не уже давно не ассоциирует он свой это вот ровно то о чем мы и говорим они идеально ассимилировали с это согласись это ведь не только узейские немцы но есть там и представителей британц британских островов и шотландцы да мы мы знаем довольно много которых никто даже не воспринимая на самом деле я помню вот да по истории русской ну то 1812 многие до барклайд и толь ну вот кто его воспринимал иностранцы вот его как раз воспринимали нет я имею ввиду уже вот последний поколение вот я например на наше поколение нет безусловно а тогда конечно именно с этой точки зрения барклаю ты не повезло пошива и ровно за это и вычеркнули из истории ну там и обругали еще не цензурные грубо князь багратион очень по этому поводу говорил что вот это иностранец который на него смотрели конечно он то был чистый русский кстати понимаешь вот тоже интересно да смотри вот прибалты вот эти балтийские немцы да они могли легко быть ассимилированными здесь и все они расселились как свои а вот то может назвать условно 10 чухонцев которые с легкостью ассимилировались воспринимались вот однозначно социумом а ты под чухонцами кого сейчас в данном случае представителей финляндии как их исторически называли другой вопрос что потом у нас почему-то в двадцатые годы чухонцами стали называть совсем не финнов но это я уже не знаю почему произошло вот это перемещение понятия но это это вот вопрос больше наверно к марату сафару он у нас да у нас была программа да по финнам совсем недавно совсем недавно стало но в двадцатые годы ведь началось активное такое движение советской власти в сторону своих этнонимов национальных когда и черемисы стали марийцами и минусинские татары стали хакасами хотел например в последнем случае они вообще не знали о таком наименовании знали потом узнали и приняли но не все и собственно самоназвание все равно у них осталось другое поэтому ну вот это такой такой интересный момент который касается 20-х годов такой неразберихи с этнонимами экзоэтнонимами а так исторически конечно чухонцы и у пушкина в медном всаднике чухонец собственно говоря на месте петербурга будущего своей хижине жил поэтому это такой исторический он не имел никакого уничижительного значения другое 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 разговор что просто советская власть как-то так вот восприняла вот этих всех ватиков черемисов чухонцев как некие такие наследия тюрьмы народов которые срочно надо отменить поэтому это в общем такие завороты 20-х годов по поводу вот того плана который существовал ведь был такой немецкий план по моему тридцать девятого года если я не ошибаюсь по переселению балтийских немцев на территорию с территории латвии эстонии это сначала латышский был изначально ты же понимаешь что у радикально правого латышского элемента тогда в конце 20-х начале 30-х годов было на три категории врагов которые мешали построить национальную латвию на первом месте самая большая колония это немцы им надо было от них избавиться их постепенно выдавливали не разрешали вывозить имущество имущество это национализировался дальше распределялась на втором месте шли евреи их они будут уничтожать очень активно в годы великой отечественной войны третья колония была из русских да причем от не только те русские которые там исторически проживали но и те которые ушли в эмиграцию условно да там северо-западного фронта с корпуса югенича например немцам конечно с этой точки зрения страшно не повезло потому что при всем том что вот это там та же латвия она во всем и всегда ориентировалась ну всегда это имеется до 20-30 года она ориентировалась конечно на германию немцев выдавливали туда беспощадно причем никто не может даже мне сейчас объяснить я разговаривал с латышскими историками зачем они это делали ну вот в чем была сермяжная правда жизни если все вот эти айсарги угонкрусты вот эти вот все организации националистического толка они не скрывали того что вот мы как бы часть большого древнего арийского германского народа какая логика вот в этом никто не может объяснить ну а потом последний там уже штрих нанесла советская власть когда пришла там уже последних отправляли поскольку как раз германии была разработана уже наконец-то и заведенная к тому момент почему наконец-то потому что они они говорили еще там с в партии гитлеровской с 21 года о том что надо каким-то образом делать вот программу возвращения немцев на родину но как это и всегда было в случае с фюрером сама идея потонула в грызне между ведомствами потому что не было какого-то единого исполнителя что-то проходило по линии министерства геббельса чем-то занимались партийные органы плюс был вот тот самый упомянутый нами розенберг каждый из этих структур они естественно друг с другом были в жесточайших контрах поэтому сам процесс не пришел но вот тогда уже в сороковом году по сути вот он заработал так как хотелось гитлеру но был уже поздно драгоценное время они на этом потеряли марат я вижу у марата много за вообще человек ответственно готовится к программам всегда что меня радует но какие-то мы наверное аспекты сегодня у нас больше всегда всегда в уклон такой военный и политический наверняка у марата есть что-то сказать и о других на сторонах жизни азейских немцев вот допустим из каких-то известных представителей я думаю что люди воцерковленные прекрасно знают что предыдущий покойный патриарх московский вся руси алексей второй происходил по отцовской линии пусть уже из ассимилированного и православного конечно рода но ритигеров то есть собственно говоря его родословные восходят к одной из ветвей этого большого немецкого рода азейского и вот эта ветвь она находилась в эстонии в этот период времени то есть начало 20 века и собственно говоря сам патриарх об этом и говорил и в эстонии об этом хорошо знали и так далее поэтому ну вот такие примеров персонали и 20 века выдающихся известных как в россии так и собственно в германии которые имели свои корни до восходящие к этому дворянскому например дорогу к дворянским родам их достаточно много а вот о чем говорил армен мне вспомнилась такая история очень многие бывают сейчас в риге или в советское время посещают домский собор и не задумываются и гиды об этом не рассказывают но в советское время по одним причинам в нынешнее время по другим что это собственно был немецкий кафедральный собор и достаточно болезненно было для немецкой общины когда в начале тридцатых годов как раз вот уже начинала нарастать идея как-то с немцами расстаться так скажем да когда этот собор был передан лютеранам латышским и на латышском языке там стали вести службы и для немцев это был первый такой знак азейских что их история в прибалтике заканчивается такой сакральный что ли знак поэтому в общем история этого знаменитого храма она тоже восходит к азейскому дворянству кроме того вот и булманиси которая героизируется в латвии а в общем-то он один из таких пропагандистов и идеологов особенно после тридцать девятого года освободить освободить латвию от немцев может быть он в таких формулировках острых и не говорил но во всяком случае приветствовал такую чистоту этническую латвии когда первые волны немецких переселенцев ушли немцы вообще сейчас германии очень любят темы депортации они ее активно изучает о чем мы уже говорили есть большие фото выставки например интересная такая выставка была о перемещенных лицах которые находились в познании в современном польском городе в таком лагере временном перед тем как в германии оказаться так что они вот этот этап помнит ну что касается то о чем армана говорил до или после об этом как то вот это белой лакуной ну и соответственно прибалтийской историографии как-то тему обходит ну конечно лучше говорить понятно что интереснее им сейчас говорить о депортациях которые были после после да во время и после великой отечественной войны которые подверглись там часть на латышей эстонцев ну или сваливают на немцев говоря о том что это такая инициатива германия была и в общем это не депортация переселения так но там же там там есть же план 39 года и там было соглашение по которому действительно там 40 41 по моему до когда уезжали узейские немцы в германию это было соглашение между гитлеровской германией то что называлось тогда правительством латвии эстонии другое дело чтобы было были еще события 37 года это 37 почему-то относят только а там действительно то о чем говорил то о чем говорил армен когда выдавливались и вот да там вот эта вот история с этнической чистотой и там было связанной с землями которые принадлежали ну конечно это крупнейшие землевладельцы конечно конечно здесь и экономическая и политическая и национальная составляющая безусловно присутствовали другое дело что да так так все завуалировано что-то выдвигается на первый план что-то задвигается ну да ладно мы для этого и существуем чтобы эти как ты говоришь лакуны белые вот мы чтобы их раз расцвечивать всеми красками спасибо большое марату мы говорим нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций а